Итоги ежегодного конкурса «Ветеранское подборье» подведены. Победителям на аппаратном совещании вручал награды губернатор Орловской области Вадим Потомский. Леонид Бородин из Ливенского района – это тот человек, на которого стоит равняться, сказал губернатор. Заслуженному работнику сельского хозяйства 84. Он председатель единственного сохранившегося в области колхоза. На минувших выходных Вадим Потомский побывал у него в гостях. У меня, говорят, выручка с одного гектара 69 тысяч рублей. И для налогов я плачу 9 113 рублей. 3 тысячи гектар умножили. Получилось 27 миллионов в год. А теперь просто мы с вами, давайте, уважаемые экономисты, члены правительства, возьмем 2 миллиона гектар, которые у нас есть в Орловской области, и умножим на 9 тысяч. И получим у нас с вами 18 миллиардов. И если бы у нас все так работали, как 84-летний Бородин Леонид Егорович, мы бы с вами думали, куда нам деть деньги, а не о том, где их взять. Потому что животноводством занимается, молоком занимается, зерном занимается, сахарной свеклой занимается и несет всю социальную нагрузку. Точка в истории Орловской Нивы не поставлена. Известны результаты экспертизы. Люди поддерживают, чтобы это предприятие вернулось в Орловскую область. Я вам больше скажу, может, какой-то даже секрет раскрою. Пришла экспертиза по Орловской Ниве, которую ждали 2 года. Так вот, цена Орловской Нивы не 14 миллионов. 2 года считали, 300 с лишним. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что у нас следующий судебный иск, в котором мы будем оспаривать сделку, и оспорить, что это предприятие стоит 300 миллионов, а не 400, ни у кого не будет никаких шансов. И мы это оспорим. Другое дело, в каком состоянии это предприятие вернется, оно вернется однозначно. И что от него останется? Что будет в залогах, в каких кредитах и так далее, и так далее. Но это еще предстоит много юридических ступеней и разбирательств. А больше всего я бы хотел посмотреть, в каком состоянии сегодня это предприятие. На сегодняшний день, Геннадий Иванович, вы со своей службы посмотрите. МЧС со своей стороны посмотрит. Потому что готовиться к тому, что это предприятие вернется в свою гавань, надо, мы его вернем. Чтобы было куда возить зерно. Чтобы налоги были не ноль, а хотя бы не надо 9 тысяч. Пускай будет 3. Пускай будет 3. Уже 6 миллиардов. Уже 6 миллиардов. Если у нас 6 миллиардов, получается денег плюсы, мы с вами не дефицитный регион, а профицитный. Список проблемных предприятий по-прежнему возглавляет Дармаш. На заводе вводится процедура внешнего управления. Такое решение принято на заседании арбитражного суда 28 июля. Предстоит сделать вывод о текущем положении дел и о степени преднамеренности банкротства предприятия. В течение недели должны быть сняты все аресты со счетов, все ограничения по имуществу, кроме того имущества, которое участвует в процедуре взыскания заработной платы. Это вот 5 бульдозеров имеется в виду. Хотел бы особо отметить, что в процедуре наблюдения и финансового оздоровления собственник и руководство завода, предприятия остаются на месте, но работают с ограничениями. Мы на это пошли, и только с одной единственной целью, для того, чтобы уйти от зависимости от собственника. Абсолютно верно. И через эту процедуру, по большому счету, это так и будем называть, внешнее направление, которое позволит нам привлечь инвестора, чтобы он не зависел от кредитноровской задолженности, ранее сформированным собственником. То есть деньги, которые сегодня придут на завод, на раскрытый расчет, способные будут его оживить, и чтобы завод начал работать и выпускать технику. Вот для чего это делается. Почему раньше этого не делали? По одной простой причине ждали, когда в конце концов он принесет рассчитатель по заработной плате. Потому что это было основное условие. Рассчитайся с людьми по заработной плате, и тогда мы, значит, не будем инициаторами выступать по банкротству. Событие, которое еще долго будет обсуждаться в регионе, в визит предстоятеля Русской Православной Церкви в День Крещения Руси. Напомним, 28 июля орловчане и гости нашего города получили возможность принять участие в исторических мероприятиях. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность орловчанам за помощь в организации его пастырского визита в регион и гостеприимство. В адрес губернатора пришло послание со словами благодарности. Как и было обещано, Вадим Потомский рассказал о своем разговоре с Патриархом относительно установки памятника основателям Орла. Мы говорим с тобой, Вадим Ильич из Санкт-Петербурга. Так? Я говорю так. У нас в Санкт-Петербурге стоит памятник основателю города Петру Великому. Медный всадник стоит? Стоит. Вот запомни, говорит, никогда не канонизирует ни Петра, ни Ивана Грозного. Никогда. За методы управления. К ним есть вопросы. Но как мощным государственникам они в истории останутся навсегда. И такому, как Иван Грозный, Орел заслуживает, чтобы памятник его основателю был поставлен. Вот прошу, Гатя, передай, пожалуйста, если вдруг тебя спросят мое мнение. Мнение орловчан обязательно учтут, сказал губернатор. Мы на сегодняшний день ведем опрос граждан об их отношении к установке этого памятника. Подавляющее большинство на сегодняшний день за то, чтобы памятник был в городе Орле. Неоспоримое большинство. Никто не лезет в историю. Никто. Вопрос один сегодня. Считаете ли вы необходимым установить памятник Ивану Грозному как основателю города Орла? Вот этот первый вопрос. Следующий вопрос, который мы будем задавать, это место и его расположение. Это аппаратное совещание предюбилейная подготовка города к 5 августа финиширует. Дорожная кампания, напротив, в самом разгаре. В период подготовки к юбилею максимальное внимание уделяется строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог. Начаты также у нас работы сейчас уже по 150 миллионам. Те, которые дополнительно пришли из Минтранса, уже по некоторым улицам и выравнивающий слой положен. Поэтому у нас впереди большая работа. Не разбрасывайтесь по территории города. Вот выбрали несколько улиц, по ним и идете. Вы закончили полностью, перешли на другую. Потому что не до строя, не до дела выглядят хуже. Хорошо. По всему городу. Нежели вы в какой-то одной точке сделали, люди видят, все, здесь закончено. Пошла следующая кампания, делает разметку. Переместились на другой объект, щема укладываете. Праздничные мероприятия должны пройти на высоком уровне.